Итак, бонус номер один. Почему мы не боимся углеводов? Углеводы в рационе окружают огромное множество нелепых мифов, бабаек и страшилок. И абсолютное большинство деятелей из мира фитнеса абсолютно незаслуженно их демонизирует. И давайте приметим простой факт. И углеводы из гречки, и углеводы из торта, или торта, в конце концов, будут преобразованы в глюкозу. Все наслышаны про быстрые углеводы и медленные углеводы. И напуганы историями про гликемический индекс. Ну и конечно же, все наслышаны про зловещий инсулин, из-за которого все милые сердцу углеводу, они незамедлительно прилипают к жопе и бокам. Если вы здоровы, то понизьте важность этой темы. Все усвоенные углеводы станут глюкозой. Очень много спекуляций вокруг гликемического и инсулинового индекса продуктов. Поймите вот что. В крови одновременно циркулирует 4 грамма глюкозы. А так называемые всплески больше похожи на легкие волны в сравнении со штилем. Есть определенные частности. Фруктоза никакого всплеска не вызовет. Но также попадает в кровь в виде глюкозы. И преодолев несколько иной метаболический путь. Кроме гликемического индекса, есть еще и инсулиновый индекс. И они не всегда совпадают. Белковые продукты, особенно молочная продукция, вызывают очень значительный выброс инсулина. Привет тем, кто делает голодное кардио, попивая БЦА. Да, они вызывают инсулиновый отклик. И инсулиновый индекс бурого риса и говядины примерно одинаковые. Жиры и клетчатка замедляют всасывание пищи, понижая общий гликемический индекс той массы, которая оказалась у вас в желудке после трапезы. Да и в целом, мы очень редко едим продукты в изоляции. Мы едим смешанные блюда. Исследования показали, что низкоуглеводные и низкожировые диеты, они одинаково эффективны. А потеря веса была идентичной и для группы, чье питание строилось на углеводах с низким гликемическим индексом. То есть это традиционно ППшная диета. И для группы с большой долей продуктов с высоким гликемическим индексом. То есть это те самые рафинированные углеводы. Поэтому расслабьтесь и забудьте, углеводы не враг. Просто помните, что продукты с низким гликемическим индексом чаще всего более сытные, чем с высоким. Бонус номер два. Немного здравого смысла или почему этот подход работает? Я думаю вы обратили внимание на свои планки, когда их посчитаете, которые таковы, что питаться одними бигмаками, пельменями, тортами при соблюдении БЖУ не выйдет. Будет просто жесткий недобор белка и перебор жира. Да, и выпасть за калории, оставшись голодными на весь остаток дня, очень и очень просто. Поэтому в гибкой диете действует негласное правило 80 на 20. Мы стараемся 80% поступающей пищи обеспечить из условно полезных источников насыщенных и богатых микронутриентами, то есть витаминами и минералами, нежирным мясом, молочкой, крупами, орехами, фруктами, овощами. Ну а оставшиеся 20% то, что для души. Там находится пресловутый фастфуд, конфеты, мороженки, мармеладки. В общем, все, что вашей душе радостно. И основной признак этой еды – большое количество калорий на 100 грамм продукта. При этом низкая насыщающая способность и минимум, ну или полное отсутствие микронутриентов. Давайте помнить, что для нормального функционирования нам необходима клетчатка. Если витаминов и минералов достает практически всем, даже в самом испорченном варианте любителям фастфуда, ну, например, да, когда вы в последний раз встречали жердяя, там, ну, с цингой, да, например, то клетчатка – это именно тот элемент, который не позволит вам попадать в цифры, поедая одни только пироженки, запивая их протеином. Она крайне положительно влияет на здоровье в целом. Улучшает пищеварение, иммунитет, контроль глюкозы крови, положительно влияет на липидный профиль, снижает повышенное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем недавно интернет-пространство сотрясла новость о мужчине, который сто дней к ряду питался мороженым и алкоголем и сбросил 14,5 кг и, между прочим, сделал определенное подобие кубиков. Правда, чувствовал он себя очень-не очень. Вот прямая иллюстрация подхода, который работает. Дефицит калорий – всему голова. И можно так жить и худеть. Да, ну, стоит ли? Ну, как-то вряд ли. Подробно про такие диеты я у себя в Инстаграме рассказывал в закрепленном. А другой, чуть более здоровый, но менее показательный экземпляр – профессор из Канады Джон Цисна, который в течение 90 дней питался исключительно продукцией ресторана Макдональдс и сбросил 16,5 кг. Однако он подошел к вопросу более разумно и на бургерах построил грамотный баланс БЖУ, что привело не только к потере веса, но и к улучшению его показателей крови. В частности, у него, по-моему, снизился уровень холестерина. О чем нам это говорит? Не в продуктах проблема веса, а в их количестве. Возвращаясь к нашему меню, клетчатка является крайне важным и недооцененным компонентом здорового питания. Норма – от 20 до 30 г в сутки, в зависимости от величины потребляющего организма. И альтернатива – это 14 г клетчатки на каждую 1000 калорий. И специально морочиться не стоит, это решается через выстраивание адекватного рациона. То есть, потребление от 600 до 800 г фруктов, ягод и овощей ежедневно будет, как правило, достаточно, чтобы закрыть вопрос с минимальным значением потребления клетчатки в сутки. Пироженки, мороженки, тортики и прочие душевности нехорошие и неплохие. Просто их не стоит ставить в основу питания. Ну и отказываться от них тоже не стоит. И крайности они, в принципе, не полезны. А золотая середина в вопросах питания уже перед вами. И питайтесь и тренируйтесь самым, друзья. Если вы хотите обладать всеми навыками построения рациона индивидуально под вас, я приглашаю тебя на свой курс, который длится 10 недель. И подробно о нем я рассказал по ссылочке в описании. Продолжение следует...